Я собираюсь вам поведать о некоторых интересных страницах Харьковской рок-музыки, которая, как-то не странно, имеет уже очень долгую историю. Еще при жизни Сергея Короткова называли легендой. Вместе с ним в прошлое ушла целая эпоха. И несмотря на все негласные титулы и звания, Сергея Короткова знакомые называют прежде всего человеком. Когда на улице мой друг детства сказал, смотри, смотри, Коротков пошел. Это было как прохождение Бога, который мы задумчиво смотрели ему вслед на его длинные волосы, роскошную бороду и редкие тогда джинсы. Родные и близкие музыкального критика говорят о нем добрый, открытый и всегда улыбчивый. Для многих Коротков стал хорошим другом, для начинающих музыкантов – просветителем и гуру. Журналист, телеведущий, химик, переводчик, востоковед. Сергей Коротков был человеком эрудированным и общаться с ним было интересно, говорят друзья. Он был знатоком восточной философии, он был знатоком литературы, он любил напитки и разбирался в них. То есть это не мешало быть ему демократичным, доступным, особенно для молодежи, которая тянулась к нему. Когда Коротков заболел, деньги на лечение рака почки поступали почти со всего мира. Благотворительные концерты в поддержку музыкальной легенды собирали полные залы. В январе 2010-го Сергея Короткова не стало. В этом году ему исполнилось бы 67. День рождения в Харькове открывают мемориальную доску легендарному музыковеду. Его вдова рассказывает, именно в этом доме по проспекту Правды 5 прошли лучшие годы Сергея Короткова. Он провел здесь 38 лет своей жизни, то есть буквально с рождения, все учеба в школе, в университете, все проходило в этом доме. Мы здесь жили 16 лет, здесь родился наш сын, он закончил ту же школу, что Сергей Александрович. Автор мемориальной доски, скульптор Дмитрий Ив, памятник Сергею Короткову, который установили на его могиле два года назад, тоже его работа. С легендой лично знаком не был, но говорит, старался, чтобы скульптура отобразила в первую очередь человека. Прочувствовал, видео раскрывают, то есть я видел его передачи и чувствовал характер человека, поэтому мне было несложно это сделать. Родные и близкие Сергея Короткова подтверждают, на мемориальной доске он получился добрым и улыбчивым, каким и был в жизни. Спасибо, всем привет. Елена Захаренкова, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив». Субтитры создавал DimaTorzok